друзья всем привет сегодня мы в очередном уроке рассмотрим очень полезную функцию windows который принципе появилась недавно начиная с windows 10 вот называется на устранение неполадок рассмотрим как она работает на windows 11 рассмотрим определенные пункты как можно устранить неполадки ну и посмотрим как она вообще функционирует и что-то можно сделать windows 11 находится в параметрах то есть мы сейчас находим параметры нажимаем меню пуск параметры и здесь во вкладке система видим устранение неполадок на нее нажимаем но здесь отправлять мы ничего не хотим соответственно здесь ничего открывать не будем также рекомендуемые настройки средств устранения неполадок если вы хотите либо сама windows система увидел что у вас что-то не так вот может показать здесь про уведомления чтобы запустить устранение неполадок определенная область на устранение неполадок интернета там либо звука также есть журнал рекомендуемого средства неполадок я так понимаю что мы еще ни разу не запускали и соответственно журнале все пусто так но и другие средства устранение неполадок нажимаем на него и мы видим если у нас проблемы со звуком то можно нажать запуск и принципе отсюда проблем со звуком должна быть решена то есть здесь пошла небольшая классификация то есть есть самые частые то есть по статистике microsoft вывели они четыре частые проблемы с чем могут быть проблемы на компьютере они вывели вот самые частые да но есть также другие запись звука камера клавиатура мерс камера вас на ноутбуке не показывать можно запустить проверить питание то же самое вот вот сетевой адаптер ну давайте попробуем на воспроизведение звука потому что смотрите у меня сейчас тут нажимаешь звук не появляется он не предлагает только открыть я сейчас запущу воспроизведение звука посмотрим что мне покажет нажимаю запуск ну и все пошла диагностика пошло обнаружение проблем проверка состояния службы аудио возможно сейчас он эту службу перри запустить вот дальше смотрим неполадки с каких какого из этих устройств вы хотите выявить и устранить динамики соответственно который нас состоит по умолчанию здесь можно открыть либо не открывать ну давайте откроем дополнительные средства вам здесь тоже предлагает что-то здесь посмотреть на нажимаем окей можно воспроизвести тестовые звуки вот мы их слышим слышим хорошо обнаруженные проблемы универсальный audi driver вот видите вот у меня сейчас вышла проблема с универсальным аудио драйвером и соответствие нужно решить как можно решить мы с вами посмотрим уже других уроках чтобы не засорять нам наш как говорится наши наши уроки вот если у вас здесь будет принципе исправлена да соответственно но диспетчер устранение по ладокс работал хорошо исправил здесь он исправить уже сам не смог здесь уже надо будет подключать дополнительное программное обеспечение ну и возможно обновить драйвер на сегодня все с вами был алексер обзор айти подписывайтесь на наш канал ставьте лайки делитесь друзьями нажимайте на колокольчик чтобы не пропустить новые видео на нашем канале подписывайтесь также на наш телеграм-зен различные социальные сети которые вы видите будем рады видеть вас у нас до свидания всего хорошего